Сильно ли влияет отсутствие ингенера? Ну а разве это не заметно? У меня, если бы даже была одна Александра сейчас, я бы в принципе не сомневался. А здесь у меня практически, у меня получается вообще, я остался без центрового, то есть как такового центрового, я остался только с нападающими, там, и пауэрфорвардами. И во-вторых, мне пришлось взять аж 6 человек из второго состава. Поэтому, естественно, ну и в-третьих, у меня еще там одна, один игрок, скажем, Шамова Галина, да, она травмировалась. То есть, по сути, у нас была команда плюс три легионера, что-то можно было как-то сделать из этого, что три легионера, все. А молодежь, вы сами видите, выходит, и ошибка, выходит другая, ошибка. Ну, это помимо того, что они и стабильно-то и атаковать, у нас процента в первой половине 7 было, во второй, а в итоге 15% трехочковых. Это при том, при всем, что мы, по сути-то, не можем войти под кольцо, потому что там стоит большая, которой у нас тоже нет. У нас нет, у нас есть. Мы не можем идти под кольцо атаковать, она накрывает, а трехочковые, скажем так, не полетели. Мы все время на все игры настраиваемся на победу, ну а там уже как получится. Ну, тяжело все-таки ожидать от людей, которые играли большую часть во второй лиге, да, что они выйдут в премьер-лиге и что-то покажут такое все естественное. Ну, положительное то, что они все-таки до конца не развалились, а хоть что-то не то, что показали. Мы собрались во второй половине, а то там было бы не 30, а все 60 очков.